Не аплодируйте. Вы не можете не врать, но не аплодируйте. Вот это не проговаривание, не аплодирование, оно собственно и обрушило. Интереснейший, кстати, этот этап. С 1988 по 1991 год. Как это случилось? Ведь удивительно, могучая империя, армия мощная, ядерное оружие. И вдруг она от чего рухнула? От слова. От слова. Точно то же было в Российской империи с ценой. Тринадцатый год, да, вот трехсотлетие романов. Памятник в каком-нибудь парпезный такой, в Новгороде стоит. Это могучая и в экономическом плане империя мощная, да? Мощнейшая. От чего она рухнула? От свободы печати, от слова. Кто обрушил ее? Ну, Чернышевский, Герцен, Ленин, Слово. У Зощенко есть замечательная повесть. Обратите на нее внимание. У Зощенко есть повесть, которая называется «Александр Кевинс». Это рассказ о Кевинском, как о таком замечательном демокруме вроде Собчака, да? И там показано, как вы, ну, представьте себе, вот полк. Выходит там меньшевик, начинает агитировать. Полк, ну ладно, мы пойдем за тобой. Приходит большевик, нет, ребята, все неправильно делается. Пойдем в другую сторону. Они идут в другую сторону. Вот эта социальная реальность таким образом созидается вот этими звуками, да? Этим словом в области. И с этой точки зрения люди могут жить и не трудяйся. Рад человека создал труд. Люди прекрасно могут жить и оставаться людьми, ни разу палец о палец не дали. Я помню наш замечательный создатель гимна, Сергей Михалков, у него спросили, ну как, вы занимались спортом, вот так дожили таких лет? Он говорит, да нет, я ничего, больше ста грамм не поднимал. Но Михалков это некая фундаментальная структура для российской цивилизации. И смотрите, автор гимнов и автор детских стихов соединяются в детские стихи. Вот что самое существенное. Главные наши поэты это Чурковский, это Михалко, Шарто, Маршак, а сегодня это Эдуард Успенский. И Жириновский. Нет, Жириновский интересный. Но, конечно, вот обратите особенное внимание на Эдуард Успенского. Да, кстати, я был в женском монастыре под Шуей. Замечательным приютом для девочек там. Роскошное трехэтажное здание, компьютеры. Ну и вот девочки очень трогательно поют религиозную музыку. И вдруг среди, среди этого всего Шаинский. И, вы знаете, это звучало очень органично. То есть я понял, что во всяком случае Шаинский-то брает и пойдет уже тут. Ну и я смотрю на реакцию своей пятилетней внучки. Да, она осваивает только Мелос, она только входит. И, конечно, Дан Шаинский. Ну, Мелос. Я снова говорю о Мелосе. Да, Логос так естественно переходит в Мелос. Итак, общество конституируется Логосом и Мелосом. И в реалистической модели это выглядит наиболее убедительно, ярко и существенно. Ну и, конечно, я уже сказал, не только речь, но и молчание. И молчание, как форма недеяния. Вот это китайское уэй, да, недеяние. Недеяние существенно для того, чтобы понять молчание. Молчание – это удивительное и мощное, и в личной практике, как вы знаете, оружие. То есть замолчи, и вокруг тебя как бы образуется такая некая зона изолированная. Ты оказываешься в обществе, но как бы как в коконе. Тебе говорят, а ты молчишь. С этой точки зрения положение животных в социуме очень любопытно. Именно благодаря такому загадочному молчанию. Ну, по естественной поговорке – молчи, дурак, не покажешься. Правильно. А тут есть некая одна принципиальная насчет молчания. Я говорил, что не только общение, но и уединение. Молчание почему принципиальное? Именно в философском плане. Помните, как Декарт учился, что все живые существа – это автоматы. Именно Декарт принадлежит, как вы знаете, идее реакторной дуги. Так? Стимул – реакция. Что такое молчание? Стимул поступил, а реакции нет. Вот молчание – это разрыв стимулы реакции. Это возникновение зоны обособления и зоны свободы. То есть генезис свободы, почему это интересно для нас? Генезис свободы через молчание. Вот стимул, вот дырка в бытии. Вот эта дырка в бытии, которая, ну, разными словами обозначается, например, этот человек задумывается, да? Задумывается. Или этот человек думает. Вот, собственно, думать и быть свободным – это всегда разрыв стимулы реакции в простейшей форме – это, конечно, молчание. У меня замечательная и очень религиозная аспирантка защитила по молчанию Михаила Марина. Она ведет одну из религиозных радиостанций в Петербурге. И, конечно, вот она-то мне, надо сказать, объяснила идею молчания. Хотя сама-то она говорила – я почему занимаюсь эсэнтемией? Я по жизни – я страшная болтушка. И вот я хотела разобраться. Что это такое? Как это молчать? Но получилось ярко. Ну вот. Итак, вот таким образом, мой панус, что для реалистической модели на первом месте стоит мелос, логос, гулкосмос, речь, молчание – вот это. Но цивилизованное общество оборачивает речь как текст. Текст как опредмеченная речь. Предметная и на бытие речь. Фиксированное слово. Написано пером, не вырубишь, что порой. Цивилизованное общество обращает. Оборачивает речь, текст. И, кстати, слово «оборачивание» здесь существенное. Есть текст в некотором смысле инверсия речи. Это некая превращенная форма речи. Это источник отчуждения речи. Редактор субтитров А.Семкин Брюченко, вверх,ON. Вверх, на случай субтитров А.Семкин, вверх,ON. Продолжение следует...